Привет всем, кто смотрит канал Сумерки Богов. Это канал для тех, кому не безразлична судьба музыкального театра. В музее Цветаева в Москве в апреле будет две лекции. 1 апреля готовимся к премьере вольного стрелка Вебера в Стасике, а 16 апреля к премьере электры Рихарда Штрауса, которая в этом году будет показана в Гамбурге, Лондоне, Зальцбурге. Что касается показа спектаклей в кинотеатрах, 11 и 12 апреля в Новосибирске в кинотеатре Победа будут показы Турандот и Фиделио, а также паблик-ток со мной. В Москве, напомню, 29 марта, в октябре я представляю Турандот, а 21 апреля в Победе Фиделио. На московские показы я всегда разыгрываю по два билета. Для этого нужно сделать репост события компании Opera HD и канала Сумерки Богов в любой социальной сети, сделать скриншоты и прислать мне любым способом. И приз ваш. Только не забудьте указать, на какую оперу вам хочется попасть. 17 и 18 апреля в культурном центре Елены Образцовой в Петербурге я провожу семинар под названием «Музыкальная критика эпохи блогеров», в котором и лекции, и практическое занятие и встреча с родоначальником музыкальной части «Рунета» Борисом Лифановским. Приходите и приносите свои критические тексты о любом концерте или спектакле. Мы их будем читать и редактировать. Лучшие тексты будут опубликованы на портале Classical Music News.ru. Все ссылки на регистрацию и покупку билетов вы найдете в описании этого видео. До конца марта мы разыгрываем билет на концерт Альбины Шаги Муратовой. 20 мая в Зале Заряди концерт Аларкона, увы, отменился. Европейские театры кинулись догонять заокеанские в объявлении планов сезона 2021. Парижская опера обычно шла в авангарде, но история с длительными забастовками, отменами спектаклей, которые все еще продолжались до начала марта, с декабря, а значит приносили огромные финансовые убытки, подкосили финал эпохи интенданта Стефана Лиснера. Кстати, отличное правило. В 65 лет директор оперы должен уйти на пенсию, чтобы как у нас в Большом театре не изображали, что и на восьмом десятке можно работать, а на самом деле делегировали полномочия женам, любовницам, помощникам. Правда, наши директоры как раз меньше всего умеют делать то, что полагается интенданту крупного европейского театра. Водку с администрации президента пить наши всегда гораздо, а вот придумывать новые оперные смыслы тут уж в лучшем случае подчиненные. Конечно же, уходить не хочется, но закон есть закон. Помню, как многолетний директор оперы Юг Галь говорил своему коллеге при мне, если бы я знал много лет назад, что и меня коснется, я бы так не лоббировал этот закон. Лиснеру, который скоро переезжает в Неаполь, чтобы совершить сотую попытку возродить театр Сан-Карло, пришлось делать работу дважды. Сначала придумывать конфигурацию сезона, а потом срочно все отменять и переделывать. Дошло до невероятного. Подписчикам была разослана печатная версия буклета, в которой есть новая постановка Януфы в исполнении Варликовского и Григорян, а на самом деле ее не будет. Таков итог забастовок, которые, надеюсь, хотя бы принесут пенсионные поблажки массовым коллективам парижской оперы, а иначе вообще все это было зря. Кстати, страдания парижской национальной оперы продолжаются из-за эпидемии коронавируса. С 8 марта отменены все спектакли до середины апреля, остались только камерные программы. Непонятно, приведет ли мировая пандемия к тому, что и объявленные планы театра будут еще как-то скорректированы, но пока это не так, попробуем понять, что интересного в Париже запланировано на следующий сезон. Может быть, потом тоже все будет корректироваться. Первая половина сезона пройдет под знаком выпуска второй половины вагнеровской тетралогии в постановке дирижера Филиппа Йордана и режиссера Калиста Бьейта, которым надо будет еще и «Золото Рейна», отмененное сейчас, выпустить. «Зигфрид» с Андреасом Шагером и Мартиной Серафин появятся 10 октября, «Гибель богов» с Шагером и Рикардо Эмербет 13 ноября. В начале мая я еду на премьеру «Валькирии» из этого же цикла с Йонасом Кауфманом. Расскажу вам обязательно о том, что вышло у хулигана Бьейта, который в последнее время стал скучнеть на глазах. Полные циклы тетралогии пройдут два раза, с 23 по 28 ноября и с 30 ноября по 6 декабря. Билеты уже продают целый год, думаю, что там уже ничего не осталось. Но с 9 июня в этом театре вообще начнется продажа на следующий сезон отдельных билетов, тогда все и узнаем. Вроде бы Кауфман заявлены в двух «Валькириях» цикла, но там отдельные билеты продавать не будут. С Кауфманом уже ни в чем нельзя быть уверенным, поэтому подождем. Основа репертуара первой половины сезона – это возобновление не новых спектаклей. 2 сентября спектакль-перформанс Марины Абрамович «Семь смертей» Марии Каллас переедет из Мюнхена на сцену Пале Гарнье. Спектакль этот, может быть, будет транслироваться баварской оперой, но пока неизвестно. Любовный напиток Лорана Пии покажут с дирижером Рикардо Фрица и с певцами Жули Фукс, Савьером Андуагой, Брином Терфелем. На сцене опера «Бастии» с 8 сентября скандальная «Кармен» в постановке Бьейта, которая уже много раз была показана в разных частях Европы. С 12 сентября она на сцене «Бастии» в главных партиях Клементин Марген, Элина Гаранча, Виторио Григоло, Чарльз Костронова и другие. Виторио Григория Виторио Григория Виторио Григория 17 сентября в Гарнье премьера возобновленной старой и, наверное, самой удачной постановки Кшиштофа Варликовского. «Ифигение в Тавриде» «Глюка» на этот раз «Джойс Ди Доната» в главной партии наверняка будет неплохо. А повтор «Снегурочки» Римского-Корского в постановке Дмитрия Чернякова пройдет в «Бастии» с 22 октября. Здесь несколько артистов сохранились из прошлой постановки Аида Гарифулина, Юрия Миненко, но появятся и новые солисты – Оксана Дыка, Владислав Сулимский. Не оставил Черняков и мысль привлечь к исполнению этой музыки иностранных артистов. В 2017 году тот же Рамон Варгас и другие нерусскоязычные певцы отвалились в последний момент. Но Черняков упрям, и в этот раз вновь заявлены Рене Барбера на «Берендея» и Мари Николь Лемье на «Весну». С 27 ноября в Горнье будет идти травиата Саймона Стоуна, которая в следующем сезоне будет и в Вене. Увы, в главной партии Зузана Маркова в Париже. Я уже рассказывал, как меня разочаровала эта постановка, и именно эта артистка. После Нового года все начнется 12 января со старой волшебной флейтой Моцарта в декоративной постановке Роберта Карсена. Говорят, ею заткнули дыру. Новой постановке свадьбы Фигера пришлось пожертвовать. Она должна была бы закольцевать цикл Моцарта до Понты, в рамках которого в эпоху Лиснера уже были поставлены «Так поступают все» и Дон Жуан. В бастись 21 января повторяется Трубадур в постановке Ляфура Дельшбауш, дирижер Никола Луизотти. Тут вам и Красимира Стоянова, и Марина Ребекка, и Брайан Джакт, и Юсиф Эйвазов. Пугает Азучена Даниэла Барчелона, если честно. Остальные просто, ну, слишком привычно выглядят. На прощании шаль с Каймою Лиснер решил возразить старую и красивую постановку Штраусовского капричио, который был поставлен когда-то Карсеном для Рене Флеминг. Теперь в ее коронной партии выступит Диана Дамрау. В других партиях Саймон Кинлисайт, Павел Бреслик, Гюнтер Гройсбек, Екатерина Губанова, дирижер Марк Альбрехт. А вот старую и ужасную Аиду Оливье Пи должна сменить новая постановка от Лоты де Берр с Микеле Мариотти за пультом. Тут, наверное, самый сбалансированный состав. Сондра Радвановски и Елена Стихина, Элина Гаранча, Йонас Кауфман, Людовик Тезье. Чего не скажешь про возобновление Тоски. Джакомас Агрипанти, Александра Кужек, Роберто Алани, Жилько Лучич. И постановка Пьера Одинни, бог весть что, а тут еще такие певцы. Ну вот какая Тоска из «Герлфренд Алани»? Просто куром на смех. 16 марта пройдет премьера еще одной знаковой французской оперы Фауста Гуно, дирижер Лоренцо Виотти, режиссер Тобиас Крацер, который только что поставил довольно странное «Фиделио» в Лондоне. В главных партиях Ильдар Абдразаков, Эрманелла Яха, Бенджаман Бернаим. А 25 мая в «Гарнье» еще один важный спектакль эпохи Лиснера «Пиковая дама Чайковского» от Дмитрия Черникова. Правда, состав меня скорее удивляет, чем радует. За пультом Даниэль Баринбойм и Оксана Лынив, Герман Брэндон Юванович, может он будет получше петь, чем в «Зальцбурге» с Янсенсом, но сомневаюсь. Непонятно, чем будет петь Лизу Асмик Григорян, ждут только графиню-дебютантки в этой партии Виолетты Урманы. Если учитывать спектакль Марины Абрамович, получается, что закат эпохи Лиснера ознаменован всего шестью новыми постановками. Мне интересны премьеры второй половины сезона «Аида», «Фауст», «Пиковая дама». Кстати, Гаранча недавно сказала в одном интервью, что она уйдет со сцены, когда споет «Амнерис». Может, стоит поехать послушать последние выступления артистки. В следующий раз я расскажу про следующий сезон Мюнхена, а скоро добавится и Берлин. Так что нажимайте на колокольчик справа от кнопки «Подписаться» под этим видео, и тогда вы ничего не пропустите. Спасибо, что сегодня вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал здесь и в Телеграме. Помните, что мы всегда говорим вам только правду. Мы экономим ваше время и ваши деньги. И до новых встреч на канале «Сумерки богов».